Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я слушаю книгу «Головоломка» Загораю 13 сентября Распустил волосы Ведь так гораздо удобнее И скоро я уже их обрежу, поэтому Не будем обещать Перейдем к распушению «Головоломка» Книжечка, часть 15 или 16 Точно знаем, что слежка тебе не померещилась Происходит нечто непонятное И касается это нечто нас с тобой, я уверена Нас обоих? А ты здесь при чем? Не знаю, но фотография говорит сама за себя Как они ее достали? Со мной тоже происходили странные вещи Мягко говоря, странные Я все тебе расскажу, но не по телефону Договорились? Давай вернемся к тестам Когда Этини выпустил меня из заточения Я спросила, что означает эта фотография Но он не пожелал отвечать и удалился Потом меня осмотрел врач Задал несколько вопросов и проводил до выхода На улице ко мне подгреб охранник с собакой И велел отчаливать Все устроили они Это игра Илан в упор посмотрел на мужчину Который стоял у круглого столика И наблюдал за ним Приложив ладонь к щеке В ушах у него были наушники Несколько секунд они мерились взглядом Потом мужчина бросил стаканчик в урну Вышел, сел в машину и уехал Илан оглядел посетителей Любой из них мог оказаться участником игры Или взломщиком Не исключено, что Хлоя права И они прямо сейчас наблюдают за ним В прошлом году мы были с тобой в горах А след паранойи Впервые обнаружился на одном незарегистрированном сайте За шесть месяцев до этого Мы тогда вели себя очень неосторожно Находили норы И оставляли следы своих IP-адресов Через них организаторы игры Легко могли вычислить наши физические адреса Узнать, где мы живем Установить слежку Илан уловил в голосе Хлою панические нотки Ему показалось, что она по-настоящему напугана Не знаю, как это работает Но создатели паранойи наверняка месяцами следят За самыми серьезными и упорными игроками За нами в том числе Теми, кто умеет выигрывать Наводят о них справки Фотографируют Запугивают Имеешь в виду тот черный Ауди, который стоял перед моим домом? И это тоже Бред, подумал Илан Хотя, с другой стороны Мы думали, что игра только-только начинается Сказал он, понизив голос А на самом деле Она идет много месяцев И уже внедрилась в наши жизни Мы искали игру, а она сама пришла к нам Вполне вероятно Повторяю Игра вездесущая, Илан Она расползается Заполняет нашу жизнь Сейчас важнее всего узнать, зачем и как это происходит Меган махнул рукой Илану Народу становилось все больше Работы прибавилось Он знаком попросил ее подождать еще чуть-чуть Отвернулся к стене и зашептал в телефон Ко мне вломились Забрали отцовскую карту Когда? Не знаю Я не был дома после вечеринки на барже Ты заявил в полицию? Пока нет Не знаю, что делать Как воры узнали о блокноте? Ты кому-нибудь рассказывала? Ни единой живой душе Илан решил пока не говорить Хлое о Беатрис Портинари Он полностью доверял ей Но мотоциклетная брюнетка настаивала на соблюдении строжайшей секретности Ладно, мне пора, а то у посетителей полна коробочка Поняла Если что, сразу звони Ты тоже Илан убрал телефон Из головы не шли мысли о фотографии, описанной Хлое Он ничего не помнил о поездке в горы с бывшей подружкой Хотя во время разговора у него было несколько моментов просветления Перед глазами всплывали яркие образы В голове звучали голоса Раздавались шумы Повторялся кошмар психиатрической клиники Он сделал над собой усилие, чтобы скрыть смятение И отправился обслуживать клиентов Около часа ночи все наконец затихло И Илан подошел к Меган, которая листала глянцевый журнал Поедая шоколадное печенье Слушай, Меган Ты знаешь, как у меня все здесь сложилось? Она подняла на него усталые глаза Выражайся яснее Время позднее, башка плохо варит Я не помню, как меня взяли на работу Я что, присылал резюме? Проходил собеседование? Меган окинула его непроницаемым взглядом Ты явился? Принес резюме? Сказал, что ищешь работу? Тебя взяли Я всегда говорила Паренек, ты у нас того Со странностями Что с тобой творится? Илан прикрыл глаза рукой Проехали Просто память подводит Он вернулся на свое место Чувствуя себя, как боксер, получивший удар кулаком в висок Это был не просто провал в памяти Он совсем ничего не помнил О том, как нанимался на работу Как учился работать на кассе Чем больше Илан размышлял О мелких деталях своей каждодневной жизни О вещах, которые никогда Ни у кого не вызывают вопросов Тем яснее понимал Что его существование похоже на головку сыра С большими дырками Он не знал, где и когда купил машину Когда в последний раз был в парикмахерской В каком магазине выбирает для себя одежду Он терзал свой мозг вопросами И не находил ответов Одни воспоминания таяли и исчезали Другие возникали в темпе блица Как то самое ужасное А самоубийство в психушке Илан чувствовал себя подавленным Угнетенным Как сказала Хлоя Происходит нечто такое, чего он не понимает Кто влияет на его жизнь Что за невидимый монстр вселился в него Выкачивает энергию Изменяет воспоминания В чем причина диких головных болей Возникающих каждый день, как по команде Откуда берется ощущение иголок в мозгу Что за тени появляются Стоит ему закрыть глаза И что за голоса он слышит в душе Тебе ввели медленно действующий яд Илан закатал рукав и вернулся к Меган Скажи, что ты тоже это видишь Она вздохнула Красновато-лиловая точка Характерный след от инъекции Ты еще и колешься Никогда даже не притрагивался к наркотикам Я рассказывал тебе о психиатрической клинике Ни словом не обмолвился Илан отошел, решив, что завтра Обязательно сдаст анализ крови Теперь он был совершенно уверен Что ему ввели какую-то дрянь От которой организм пошел в разнос А мозг выдает галлюцинации Три часа спустя в 4.25 утра Он получил сообщение Приходите на улицу Рен-27 в Париже Как можно скорее Квартира номер 38, четвертый этаж Никому не говорите Предупредите за 5 минут Я открою Илан быстро шел по утреннему Парижу Сунув в карманы руки в перчатках И втянув в плечи голову в вязаной шапочке Фасады домов на бульваре Распай Купались в сером сумраке Впереди маячила башня Мон Парнас Похожая на длинную палочку лакрицы Илан вообразил мертвый Ни зелени, ни воды Пейзаж у адских ворот Вспомнил строфу Дантовского ада И игру Филаут Редопсион Действие, которое разворачивалось В ледяном постапокалиптическом Париже Он послал сообщение Беатрису Портинари И свернул на улицу Рен Город все еще пребывал в дреме Лишь немногочисленные страдальцы Вынужденные вставать на заре Садили Счастья вам, удачи, любви и успеха Это была еще одна часть Головоломки Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин